Турецкие военные обстреливают территорию Сирии, артиллерии и танки бьют по позициям курдов, которых в Турции считают террористами. Официально Анкара объясняет свои действия и заботы о национальной безопасности. Михаил Вишняков продолжит. Первый удар нанесли в субботу. Турецкие войска использовали артиллерию и танки. Целью стал АЗС, небольшой город на севере Сирии, расположенный в 7 километрах от границы. Атаки подвергся и военный аэродром Минек. Сейчас его контролируют сирийские курды. Речь идет о бойцах отрядов народной самообороны, которые являются военизированным крылом партии Демократический Союз. На прошлой неделе они очистили этот район от боевиков Джабхат Ан-Нусры и заняли дорогу на Алеппо. Так зачем же Турция обрушила на освободителей град снарядов? Действия официальной Анкары попытался объяснить премьер-министр. Эта организация, являющаяся частью сирийского режима, напала на АЗС. Наши границы оказались в опасности, и нам нужно было отреагировать на возникшую угрозу. Это было сделано также для того, чтобы не допустить новую волну беженцев в сторону Турции. Сегодня турецкая артиллерия нанесла очередной удар по сирийской территории. Как сообщают арабские СМИ, в результате обстрела погибли несколько человек. Ахмед Даутаглу в ультимативной форме потребовал от курдов оставить захваченные территории. Премьер пригрозил новыми обстрелами и бомбардировками. По мнению представителей Курдской общины, таким образом Турция пытается любым способом сохранить каналы помощи террористическим группировкам. Они просто хотят захватить территорию Сирии, чтобы опередить курдов и чтобы открыть дороги для обеспечения ИГИЛ вооружениями и припасами. Между тем, турецкие власти заявили о готовности начать полномасштабную военную операцию против отрядов сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами. Опыт подобных кампаний у турок есть. К примеру, в прошлом году их авиация бомбила курдские военные лагеря на севере Ирака. Вероятность это очень высокая и это лишь вопрос времени, когда это произойдет. Потому что если переходы будут закрыты, и эта 98-километровая, всем уже известная буферная зона, будет закрыта, поставки вооружений, боеприпасов, личного состава и так далее для террористических группировок внутри Сирии практически будет закрыт. Вот поэтому господин Артаган это не может позволить. Заявляя о готовности выбить сирийских курдов с их родной земли, премьер-министр Турции добавил, что Анкара рассчитывает на поддержку друзей и союзников. Только вот с этой самой поддержкой могут возникнуть проблемы. Действия турецких военных уже раскритиковал Вашингтон. В Госдепартаменте США потребовали от турецкого руководства прекратить обстрелы сирийской территории. Михаил Вишняков, НТВ